МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В областной столице из-за погоды не могут приступить к ремонтным работам на сетях. А тем временем, к 1 сентября, город должен быть готов к отопительному периоду. Мы и так уже на сегодня потеряли фактически три недели относительно тех сроков, когда, как правило, у нас заканчивался отопительный период. Поэтому теплооснабжающие организации сегодня вынуждены корректировать свои графики работ, сдвигая, ужимая их. Поэтому наша сейчас основная задача как раз сформировать такие графики, которые позволят нам должным образом подготовиться уже к новому предстоящему отопительному периоду. Сроки завершения сезона влияют и на проведение дорожного ремонта. На некоторых участках его начинать нет никакого смысла, пока на тепловых сетях не проведены гидравлические испытания. Сегодня исполнилось бы сто лет замечательному человеку, талантливому педагогу и руководителю Северного хора, народной артистки СССР, лауреату государственной премии РСФСР имени Глинки, почетному гражданину Архангельска и Парижа Нине Константином Немешко. Торжественные мероприятия в честь юбилея начались сегодня с возложения цветов к мемориальной доске. На митинге прозвучали авторские песни Мешко и добрые слова, которые являются лучшим признанием творчества и заслуг народной артистки СССР. При всех ее регалиях и значимости, как творческой личности, она прекрасна женщина, красивая. И в академии всегда, когда она проходила, все с разных кафедр говорили, какая замечательная женщина. Она стояла очень светлый след, как человек интеллигентный, добрый, красивый. Мы с ней прошли самый трудный путь, путь становления, перестройки коллектива, когда было очень сложно и нужно было принимать очень сложные решения. Нина Константина – это человек, который, можно сказать, делает искусство. Главным событием, приуроченным к юбилею Нины Мешко, станет концерт Северного хора с участием ученицы Нины Константиновны, Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». Артисты Северного хора всегда с особым трепетом делятся памятными и интересными историями общения с Ниной Мешко. При этом всегда говорят, что хор был для народной артистки СССР смыслом жизни. Народная артистка Советского Союза, композитор, педагог, деятель народного искусства, советский и российский хормейстер – все это легендарная Нина Константиновна Мешко. Она посвятила Северному хору более 40 лет. И сегодня многие поколения артистов, которых воспитала Мешко, делятся самыми сокровенными воспоминаниями о невероятно добром человеке и прекрасном руководителе. Очень много дала Северному хору. То есть она из него сделала уникум, такой хор, какой звучит, оно такое сейчас и звучит. В старом хоре немножко по-другому было, она вот это все сделала. Уроженка Тверской губернии Нина росла в атмосфере любви к пению. В 14 лет она решила посвятить себя музыке и отправилась в Москву. Именно там, в годы учебы в училище имени Октябрьской революции, у Нины Константиновны раскрылся красивый голос, мягкая и выразительная сопрано. И вот в последний момент ей надо выйти на сцену, она как птица, у нее расправляются крылья, и она летит как птица. Зал просто всегда вставал, аплодисменты были, а мы горды были за нашу Нина Константиновна, что у нас такой замечательный руководитель. Последующие годы обучения музыкальному искусству и увлечения народным творчеством не прошли даром. Возглавив Северный хор в 1960 году Нина Константиновна принесла в коллектив новое видение традиционной северной культуры. Мешко учила артистов разговорной манере пения в сочетании с подлинными интонациями северной речи. Когда она появлялась в кабинете или в зале, это безграничное просто уважение к человеку, потому что мы уже тогда понимали, что это человек-легенда. То есть мы участвуем в какой-то большой историческо-музыкальной и культурной эпохе России. Поэтому, вы знаете, мы ее уважали, изначально уважали, мы на нее равнялись. Нина Константиновна была примером буквально для всех своих учеников. В 1978 году Мешко выступила инициатором открытия отделения сольного народного пения в Академии имени Гнесиных. Возглавляя кафедру, она воспитала таких известных выпускников, как Людмила Зыкина и Людмила Рюмина, Наталья Борискова и Надежда Бабкина. Нина Мешко не стала 8 лет назад, но ее удивительный голос звучит не только в памяти учеников. Вы должны увидеть и восхититься. Ну, дальше выше. Анна Рязанова, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. Сегодня Архангельск получил дополнительные средства на ремонт дорог. Сумму в 100 миллионов рублей утвердили депутаты областного собрания на сессии. В целом объем дорожного фонда региона увеличился на 248 миллионов. Из них 165 миллионов получат муниципалитеты, в том числе и областной центр. Еще 50 миллионов направят на строительство автодороги по проезду сибиряковцев. Кроме того, 70 бюджетных миллионов дополнительно выделено на организацию пригородных железнодорожных перевозок. Сегодня мы помним, что несмотря на изменение структуры бюджета, у нас меняются в обратную сторону бюджетные кредиты на коммерческие. Мы провели достаточно серьезную работу с банками и сегодня сократили расходы на обслуживание государственного долга на 450 миллионов рублей. То есть эти средства мы потратим на более важную цель. В том числе строительство объектов социальной сферы. Это школа в Красноборске, центр культурного развития в Каргополье и пристройка к театру кукол в Архангельске. Всего на эти цели выделено почти 77 миллионов рублей. Сегодня по всей стране школьники сдают единый государственный экзамен по математике. В столице Поморья свои знания показывали свыше 5000 выпускников. В этом году в порядке проведения экзамена произошел ряд изменений, как в технической части, так и в плане наблюдения за ходом экзамена. 11 лет за школьной партой, год усердной подготовки, потраченные нервы и даже деньги на репетиторов. Все это ради сегодняшнего дня. ЕГЭ по математике вместе с экзаменом по русскому языку является необходимым для получения школьного аттестата. А потому и внимание к нему особенное. Готовился с самого начала, с сентября. Потому что решается как бы дальнейшее судно. И хочется в армию, потому что идти, хочется получить нормальную профессию, потом работать в специальности. В дни проведения единого государственного экзамена школы превращаются в неприступную крепость. Двери кабинетов опечатаны, в коридорах на каждом углу стоят проверяющие и общественные наблюдатели. А для еще большей безопасности с этого года экзаменационные задания будут распечатывать прямо в аудиториях на принтерах, а не приносить в конвертах, как было раньше. В этом году нововведение является для нас основным и, наверное, ответственным. Это печать контрольно-измерительных материалов в аудитории. Организаторы наши, конечно, очень переживают, чтобы технически все было отработано. Но в преддверии проведения самого экзамена была проведена неоднократная апробация. То есть, в принципе, народ, учителя готовы для того, чтобы сегодня хорошо провести экзамен. И еще одно новшество. Теперь за ходом ЕГЭ при помощи камер будут следить студенты и преподаватели САФУ из специально созданного информационно-ситуационного центра. Наши студенты при обнаружении каких-то нарушений, а нарушениями являются наличие телефона, шпаргалки, подсказки. Посторонние лица в аудитории информируют через портал о имеющихся нарушениях. И уже в центральном центре, расположенном в Москве, идет обработка данной информации и соответствующая реакция. Со следующего года работа таких центров станет обязательной по всей стране. Однако и без таких мер безопасности ЕГЭ в Архангельской области проходит без серьезных сбоев. За прошлый год количество нарушений в Поморье было значительно меньше, чем в других регионах Северо-Запада. Михаил Меньшинин, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. Вниманию автомобилистов! С 5 по 11 июня из-за дорожных работ полностью будет перекрыто движение по улице Павла Усова от проспекта Московского до улицы Ильинской. И напомню, до 31 октября для всех видов транспорта закрыт проезд сибиряковцев на участке от улицы Теснаново до улицы Гагарина. Директор школы народных ремесел Владимир Бурчевский уходит на пенсию. За многолетний труд его поблагодарил губернатор Игорь Орлов. Народный мастер, в свою очередь, провел для главы региона экскурсию по школе. Также Владимир Бурчевский познакомил губернатора с педагогами и учениками, которые благодаря обучению в школе народных ремесел добились немалых успехов. Артем, покажи свои идеи. А он в прошлом году в Совет Федерации проводил мероприятие в Вологодской области. Голос, последники, традиции. Его тоже там победил. Не знаю, как будут развиваться все события. Я вообще не очень готов говорить, что Владимир Николаевич куда-то уходит. Он уходит с административной должности, но его имя, дух, творчество, наследие, школа будут оставаться. И это большое достижение и большая радость для всех нас. Школой народных ремесел почетный гражданин Архангельска Владимир Бурчевский руководил на протяжении почти 40 лет. Выпустил свыше 800 северян. Здесь учат более чем 10 видов промыслов и ремесел. Это вязание, плетение поясов, качество, роспись и резьба по дереву, кости и многое другое. Новостям спорта. Сегодня в Архангельске стартовал турнир по футболу среди детских команд Лока Болл 2017 РЖД. Этот спортивный фестиваль одновременно проходит более чем в 100 городах России и ближнего зарубежья. Участие в нем принимают ребята возрастом от 9 до 11 лет. В Поморье за единственную путевку во второй межрегиональный этап борются 11 команд из Архангельска, Северодвинска и Котласа. Последний город представлен одним из фаворитов соревнований «Дружина и Локомотив». У нас хорошие защитники, у нас фланговые полузащитники быстрые, полузащитники обыгрывают и дают пас нападающим, а нападающие замыкают. Дружи, в первой встрече игроки Локомотива наколотили в ворота соперников из Архангельской Кобры 11 безответных мячей. Впрочем, вся борьба еще впереди. Решающие баталии областного этапа Лока Бола пройдут завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Летние каникулы на старте вместе со школьниками, которым не терпится отдыхать. Первый детский поезд накануне отправился из Архангельска в Анапу. На отдых к морю поехали 190 юных северян. По традиции, перед отправкой состава прошел урок безопасности. Ребятам в доступной игровой форме рассказали о правилах поведения на железной дороге. Нельзя высовываться из окна, нельзя бегать, нельзя баловаться, нельзя прыгать по вторым полкам. Многие едут отдыхать на море уже не в первый раз и всегда с нетерпением ждут встречи с друзьями. К этому часу у нас все. Информационные итоги дня подвезем на канале ТВ-Центр в программе «Автограф дня» в 19 часов 20 минут. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова